Провокации вокруг львовского мусора. Вывозить-то его начали, вот только отходы почему-то продолжают путешествовать. Очередные тонны нашли на Прикарпатье. Кому это выгодно, выясняли наши корреспонденты. Партию нелегального мусора со львовской пропиской на Прикарпатье нашли две недели назад. Шесть огромных куч обнаружили жители села Тарасовка. Неизвестные сбросили их не где-то в поле, а прямо в центре села, рядом со школой. Видимо, кто-то хотел, чтобы их нашли как можно быстрее. Смотрите, вот видите, в Львове, улица, все, гумыре, поперед даже выкидывали. Это сугубо львовского сметча. 30 метров до школы. Это ни совести у людей нет, ни ничего. После этого тонны мусора начали находить по всей области. Вот две фуры при въезде в Галич. Это в поселке Ланчин. А вчера мусорный подарок получили и жители села Микитинцы. Около 120 тонн сгрузили в промышленной зоне. Чиновники обла администрации собрались на срочное совещание. У меня только что произошла разговор с головой держадминистрации Львовской области, Синюткой Лагом Михайловичем. Областная державная администрация не имеет никакого отношения. Ни с кем-то не согласились до этих случаях. Пригласили на совещание и полицейских. Их обязали организовать посты на всех пунктах въезда в область. Мы будем запонять эти транспортные засовы, проверять их место. Мусор, который выбросили в Ивано-Франковской области, это политическая провокация, заявил сегодня директор департамента ЖКХ Львовской области. Отходы из Львова официально принимают 20 полигонов, 15 из которых в области. Готовы помогать и другие регионы. Так что сбрасывать отходы тайком ночью нет никакой необходимости. Что касается фактов скидывания смяты за другими областями, я хочу сказать, что там полиция уже работает. И в переднейшем есть такое видение, что полиция, 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 на жаль, хочет у нас деструктив и в работу по вывозке смяты. Пока во Львове переполненными остаются около 200 площадок. Напомним, еще дней 10 назад мусор из города практически не вывозили. В результате накопилось более 13 тысяч тонн отходов. Диана Клочко, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова